Ань, слушайте, я хочу так пару слов вам сказать, напутственных таких. Во-первых, я благодарю вас за то, что вы поверили в себя, потому что знания у многих людей неплохие, но эти люди не могут их правильно применить. Ну просто временно вы там чем-то другим занимаетесь, но вы уже тестировщик. По сути дела так и есть. Сейчас мы с вами Zoom тестируем, вы тестируете свою машину, когда вы поехали на Брэдвэй-шоу, вы тестируете звуковое и световое оборудование, когда смотрите это шоу, вы воспринимаете, говорите, вам понравился свет прожектора или нет. Просто вам за это еще не платят, грубо говоря. Но если бы вы работали на Брэдвэй-шоу, вам выплатили именно за свет прожектора в каком-то, ну, цвет его там подходит вам или нет. По сути дела все являются тестировщиками, просто ну люди не понимают этого, что мы это тестируем. Единственное, на курсе вы получаете более, конечно, такие глубокие знания, этого всего процесса. И, как вы говорите, просто ходишь на собеседование и рассказываешь о том, что ты знаешь. Кому ты понравишься, тот тебя возьмет. Кому ты не понравишься, ну, а чёти переживать, первый раз в жизни этого человека видишь, никогда больше не увидишь, ну, чё тебе переживать. Ну и работа тоже, знаете, ну а чё переживать работы, которой нет. Ну поболтал и ушел, молодец, Ань, вы большая молодец. Второе, вы мне рассказали о том, что вы сейчас ощущаете другое качество жизни и другую жизнь, вы сейчас перешли в другую плоскость. Вы же понимаете, наверное, Понятие плоскостей – это когда у вас жизнь идет в определенном направлении, и вам встречаются определенные люди, вы кушаете определенную еду, смотрите определенное шоу, а когда у вас жизнь меняется, она вот шла вот так, а сейчас вот так пошла, вообще в другое направление. И в этой плоскости у вас другие люди, другие знания, другие перспективы. По сути дела, вы стали другим человеком. И это произошло, знаете, как говорят, как я провел это лето. Я не помню, у вас летний курс был или какой? Да, да, Сергей, вы не представляете. я просто сейчас вот как бы в дополнение к тому, что вы сказали, я лето провела, это the best summer ever, the best decision of my life. Я вот просто вот, знаете, я не знаю, вот ребята, кто сейчас на распуте, или просто думают, подойдет вам, это не подойдет, потому что, смотрите, во-первых, это недорого, и это окупается с первой зарплатой, Сергей, с первой зарплатой. Я не знаю, какая цена у вас сейчас вот на курсе, да? Она практически такая же, как у вас была. Ну, просто я могу просто сказать, что у меня, во-первых, зарплата, ну, то, что у меня последняя зарплата была в 2017 году, когда я работала, я работала в колл-центре, у меня было 17 долларов зарплата. Это было, ну, сейчас вот, особенно вот с учетом инфляции, это вообще мизер, да? Ну, и просто с учетом еще того, что я как бы не работала 5 лет, работа в тестировании, да, с такой зарплатой, это просто вот, это сказка. Я просто, я сейчас в такой эйфории, вы не представляете, у меня сейчас, как бы, конечно, ну, да, абсолютно, как вы говорите, поменялось окружение, да, вот то, что я сейчас вижу, мои вот, ну, ребята, с кем я работаю. Если раньше я ходила, и у меня какие-то левые подработки, я с ребятами, которые, ну, мне не с чем было с ними поговорить. Я уже сама знала, что мне нужно расти, да, расти и профессионально, как бы и personal development. И сейчас, Сергей, как вы говорите, другая плоскость, другие обсуждения. Мы с ребятами сейчас обсуждаем. Они там выставляют видео, просто потому, что, как бы, я, ну, они делятся своими, как бы, то, что вот у них в жизни происходит. Там девочка выложила у нее, у нее Porsche, и у нее мальчик 12-летний взял, как бы, маминой машиной, да, попользоваться там. И она выложила небольшой сниппет, видео, говорит, мой, my oldest one is never gonna drive my car again. И там ребята, ой, у тебя Porsche там, то есть, я сейчас обсуждаю, да, такие вещи, или потом ребята все время спрашивают, кто что делает на выходные. Кто-то там едет, ну, то есть, такие вещи, да, то есть, я бы не могла себе финансово это позволить. Просто они обсуждают такие вещи, которые, вот, да, я сейчас со своей зарплаты, я могу тоже там, ну, сказать, да, я ездила на Брагедвейское шоу, мы ездили в Сити, мы поели там в ресторане такую-то еду. То есть, это абсолютно другие, другая жизнь, да, это не только вот просто, как бы, ну, там, я не знаю, это новая жизнь, Сергей. Я просто сейчас, я вам говорю, непередаваемые ощущения, я просыпаюсь каждый день, и у меня такой буст. Я даже начала, у меня в этом году год прорывов, я сделала себе, как бы, такое намерение, что я обязательно буду заниматься спортом, и у меня вот просто, вот тоже, да, как только ты говоришь, я буду заниматься спортом. Не надо ждать мотивации, иди и делай. Просто вот так вот, я тоже себе сказала, окей, вот, нету, есть же такое New Year's Resolution, там, то и сё. Нет. Мотивация появляется тогда, когда ты начинаешь что-то делать. Если ты сказал, будешь делать, делай. Всё, я вот, как только я собралась делать, там, бегать по утрам, да, неважно, у нас сейчас зима, мы в Нью-Джерси, у нас зима, выпал снег. Rain or shine. Я вышла, оделась, как вот по погоде, и пошла прогулялась. Всё, и такой буст. У меня просто сейчас, вот, я не знаю, у меня новая полоса какая-то в жизни, я и как бы профессиональная, у меня breakthrough, да, и своё персональное, потому что я сказала, не надо ничего ждать, мотивация не приходит. Я не знаю, вы сами знаете это, мотивация приходит тогда, когда ты начинаешь что-то делать. Не надо ждать, там, кто-то простучит, мотивация в дверь не стучится. Как только ты сказал, вот, сделай, иди и делай. Не надо ждать. Два шага. Если ты хочешь, чтобы что-то получилось, нужно два шага. Первое, это намерение, а второе, это действие. Да, ты лежишь на диване, ты хочешь там накачаться, не знаю, там, быть в красивом теле. Великолепное решение. Теперь давай вперёд, спортзал. Да, да, Сергей, сто процентов. Многие люди думают, что мотивация, как бы, приходит извне. На самом деле, мотивация, это внутренний, такой, интризик фактор, да, это только ты сам себя должен мотивировать, ты должен сам понять, что тебе надо, и просто начать действовать. И ещё надо, мне кажется, вот знаете, Сергей, не напрягаться. Вот как вы, почему-то я не понимала это, я такая была, знаете, с напряжением, и думала, блин, сейчас эти технические интервью, сейчас будут гонять, вот по этим, код будет там, а я в это вообще не разбираюсь. У меня в интервью не было ни одного задания по 30 минут. Одно, я вам говорю, 20 минут, второй 30 минут. Как только я отпустила, я, по-моему, ну, с ребят, несколько ребят у меня спрашивали, как, что, я вот рассказывала, это просто какое-то волшебное, просто как только ты поверил в себя, вселенная тебя всё время поддерживает, ты, ну, никогда, никогда ты нигде не запнёшься, просто ты должен дать себе разрешение, что всё, окей, это моё, я иду, и обязательно моя дверь откроется, не сегодня, завтра, может быть, через год, но просто надо двигаться в это направление, что-то делать для этого. Да. Ань, то, что вы мне сейчас рассказываете, ваш такой эмоциональный подъём, и то, что у вас сейчас в жизни происходит, вы же понимаете, что это только начало? Это только начало вашей новой жизни, вы такая молодая девушка, у вас всё впереди, и это вот сейчас, то, что сейчас в этот месяц происходит, это начало вашей новой жизни, которая будет всё лучше и лучше и больше дальше. На десятилетия до того, как вы сами не решите уйти на пенсию, потому что вот в технологиях многие люди, их не уходят на пенсию, они сами решают, потому что на тот момент, когда они уже становятся постарше, объём знаний настолько большой, что они становятся очень значимыми людьми в любом проекте, особенно если они долго в этом проекте работают. Поэтому впереди у вас, ну, я просто вижу, как вас ценят на работе, и я вижу перспективы вашей дальнейшей карьеры. Я думаю, что у вас следующие мысли, кстати, какие? Как вы думаете, что вы задумали в вашей будущей жизни, в этой настоящей уже, где у вас сейчас происходит? Ну, вы знаете, Сергей, сейчас, ну, небольшая ремарка. Я, кстати, может быть, вы говорите, молодая девушка, но мне через несколько лет, мне уже будет 40, я поэтому, почему ещё я, ну, как бы я сидела и думала, пока этот бизнес буду развивать, а тут уже и 40, да, и толком нету никакого, как бы, ну, профессии нету, а тут девочки мне говорят, нет, слушай, иди, как, тестировщики, там, это вообще реально, ребята выпускаются, и сразу работа с хорошей зарплатой. Я поэтому, знаете, как бы, я не знаю, как бы, ну, у нас на проекте, как бы, девушки, да, примерно моего возраста, им за 30, они работают, и, может быть, ещё вот поэтому, да, когда я пришла интервью, ну, как бы на интервью, они поняли, что, как бы, я, в принципе, по возрастной там категории подхожу к ним. И я вспомнила, когда вот, ну, я проходила интервью, вы говорили, что есть такое, что команда ещё смотрит на вас, оценивает вас, как бы, свой, не свой, да, вы, ну, как бы, с вами будет нормально вообще общаться, или вы вот подходите к ним, как бы так, то есть это тоже немаловажно, потому что я собеседовалась после того, как мне дали оффер, у меня ещё было собеседование с другими, но там, Сергей, я поняла, что даже если будет больше оффер дадут, я не хочу туда вообще идти сама, потому что там, нет, я, там были, ну, просто как бы не лично, да, там были два мужлана, мужики, которые, мне не с чем, ну, не о чем было бы даже с ними как бы общаться, а тут у нас коллектив, у нас разношёрстные, у нас ребята молодые, как бы, и девушки, то есть мы всё время, у нас там есть отдельный чат в слайке, мы там переписываемся, каждый день у нас что-то там выкладывают, какие-то смешные видео, то есть нам весело, и мы как бы кликнулись, знаете, мы, нам есть о чём, есть общее что-то, а с теми ребятами, да, ну, с мужчинами, я бы, я не знаю даже, и они такие строгие были, я такая думаю, не-не-не, мне это срочно, я вас не выбираю, даже если можно, я вас не выбираю. Слушай, ну, получается у вас даже такая не совсем работа, это у вас интересная жизнь, за которую вам ещё платят, и где вы ещё развиваетесь? Сергей, вообще сто процентов, я ещё сама сейчас вот как бы намерение себе дала, думаю, всё, моя работа, удовольствие, лёгкое, всё легко, и у меня вот пока, у меня так и было, да, то есть я ходила на работу, у меня не напряжно, нас не напрягают, потому что у нас там проходит несколько, вот как бы, ступеней, да, во-первых, чтобы тест-кейс, там у нас есть peer review, то есть если ты там даже что-то напортачил, да, первый раз, неправильно составил тест-кейс, то есть у тебя есть возможность над ним, ну, провести работу над ошибками, потому что твой, твои коллеги, они должны сначала как бы его ревью сделать, если ты напортачил, они тебе дадут знать, то есть я говорю, что париться, всё, иди, делай как знаешь, а ты умеешь, потому что сегодня у меня тоже был позитивный фидбэк, они мне сказали, да, вы там, ну, правильно, что вы там, какую-то деталь я нашла, не знаю, но они говорят, окей, хорошо, что вы на это обратили внимание, вот, ну, то есть они на моём примере, они обучали там какого-то этого интерна, она говорит, вот, вот как Анна делает, вы должны тоже там нажать вот эту кнопку, посмотреть, обязательно сделать верификацию, вот, и, то есть, вот как бы, да, всё хорошо, Сергей, я очень рада, я очень счастлива, что я попала в этот коллектив, что вовремя мне встретился правильный человек, как вы, и, то есть, да, сейчас, сейчас вот как бы возвращаясь к вашему вопросу о том, что, какие планы, я хочу, конечно, сейчас вот, ну, поработать, набраться опыта на этом проекте, а тут есть куда расти, потому что у нас, у них несколько, проектов, у нас не только Veterans Affairs, у нас там, по-моему, 10 разных каких-то проектов, компания предоставляет, и, Сергей, я вам сейчас, одно из интересных фактов, нашу компанию выкупила компания IBM, вот, как только я вот, перед тем, как я вот начала работать, они мне тоже прислали там, какие-то, ну, чтобы я как бы знала, что компания, ну, она сейчас часть IBM. Это очень круто, IBM, это очень крутая компания, раньше они производили там устройства, скажем, да, а сейчас они специализируются на сервисах, и многие из этих сервисов используют искусственный интеллект, может быть, вы знаете, есть такой Weather Channel, приложение для погоды, где там смотреть, никогда не слышали? Ну, там у них искусственный интеллект работает, IBM-овский искусственный интеллект, он предсказывает, то есть не meteorologist, как-то так называется, это профессия, именно искусственный интеллект, он на основании там большой этих данных, он предсказывает всю погоду, и это вот, ну, это самое популярное приложение в США, Weather Channel. Ничего себе. Ну, это я очень маленькую часть, на самом деле у них очень крутые проекты, если вы зайдете просто на сайт компании IBM, посмотрите, что они делают, IBM когда-то была крутой компанией, у всех на слуху, сейчас ее знают только специалисты, скажем так, те, которые технические, IBM предоставляет очень крутые решения, а это практически как Amazon, вот в своей области, поэтому я очень рад, что у вас такой рост огромный, и потом IBM, это уже публичная компания, то есть вам в какой-то момент будут предлагать акции этой компании, для того, чтобы, ну, завлечь вас, оставить в проекте, чтобы вы заинтересованы были работать, и эти акции, они будут продолжать расти, то есть когда-то люди, которые начинали в Apple работать, там еще 20-30 лет назад, Apple была не такая популярная, ну, была такая какая-то компания, а сейчас, когда они через 20-30 лет уже на пенсию выходят, эти же акции, которые им дали, стоят, ну, я не знаю, сколько миллионов долларов, смотря сколько акций им дали, но они выходят на пенсию, покупают себе дом сразу, за несколько миллионов долларов, и все, и у них он выкупленный, они живут просто, а они ничего не, они просто проработали в компании какое-то время, то же самое у вас сейчас начинается, поэтому, очень-очень круто, молодец, я надеюсь, что так и будет, потому что сейчас пока вот как бы они, у них еще процесс, да, пока они выкупили их, но мы пока как бы под компанией все равно работаем как наши, но у них процесс идет как бы, как, ну, там, интеграция, да, интеграция, да, поэтому, да, я надеюсь, что будет такое, что будет у нас шанс тоже там, как бы, поучаствовать и выкупить там вот эти акции, я надеюсь, хотя наша компания тоже, мне, Сергей, изголодавшиеся домоседки, знаете, это вообще вот то, что сейчас мне предложили, там они что-то объясняют, там что-то, я совсем соглашаюсь, да, да, все, бенефиты, потому что у меня вообще этого не было, знаете, все это время, у меня какие там health insurance, у меня вообще ничего, у меня, я сидела на Medicaid, потому что у меня не было как бы, ну, своего дохода и потом как бы муж потерял работу, то есть вот это вот все сложилось так хорошо, потому что у нас сейчас как бы он не работает, а я работаю, сидит, я говорю, расслабься, говорю, релакс, говорю, сиди, с ребенком, смотри ребенка, это твоя очередь, говорю, все это время ты как бы, ну, впахивал, сейчас говорю, я могу там, ну, нас содержать, нашу семью содержать могу я, поэтому, Сергей, это вообще такое, знаете, ощущение классное, когда ты сам уже, знаете, сам чего-то добился, есть финансовая опора, и это вообще очень здорово. Очень круто. Я очень сильно большая благодарность вам, опять-таки, эта встреча была не случайной. Ну да, вы говорите, там какую-то другую школу вам прислали, а вы у нас оказались. Да, 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 и потом, вы знаете, я сейчас с этой девочкой общаюсь, потому что она поняла, что нужно делать автоматизацию, и я еще ей говорю, иди, иди, сто процентов. Если, говорю, выбирать между мануальным и автоматизацией, без даже всякого как бы сомнения, обберите автоматизацию, потому что это все можно. Я вам еще раз говорю, я сама гуманитарий, но я поняла, что, оказывается, можно в себе другие грани раскрыть. И просто нужно действительно посвятить этому времени, это не просто так, пришел там, класс прослушал, да, и все. Это я пока был, у нас был курс, я реально, я занималась, я сидела там, что-то делала. Я помню, у вас много было вопросов и в течение курса, и после курса. Да, да, да. Ты одна из самых активных студенток была, которые именно вы копали, то есть что-то не получается, вы спрашивали, уточняли, и по резюме, я помню, и по вот техническим вещам. Молодец. Я еще для себя отметил, думаю, девчонка какая настойчивая, молодец. Я еще такая, знаете, Сергей, спасибо вам, что вот даже после окончания курса, я вообще думаю, Сергей мог бы меня послать нафиг сказать, блин, курс закончился, а она все лезет со своими вопросами, но спасибо вам большое, что вы никогда вот просто никогда не отказывали, всегда были на связи. И это была такая сильная поддержка Сергею, я вам просто очень благодарна. Во-первых, у меня не было никого, кто меня поддерживал. Я вам скажу, вот у меня мой муж, он в этом, и вся его семья, его мама, они вообще в это не верили, они мне говорили, это все вот, вы говорите, там, вот я говорю, ну ребята же, говорю, получают, офферы получают, там, выходят на работу. Они так, говорят, знаете, можно, говорит, это вот видео записать, кому-то заплатить, и это, то есть у них, они очень скептически к этому относились, и, а я такая думаю, не-не-не, я докажу, что это все реально, потому что я знаю реальных людей, которые получали работу, вот обучились и быстренько вышли на, ну, на работу. И, в общем, у меня, знаете, я бы могла тоже в какой-то момент прекрасный, я бы могла сдаться и сказать, блин, реально, ничего не получается, никто не поддерживает, ни от кого поддержка не исходит, потому что у меня муж тоже говорил, забей, говорит, ты, ну, у тебя нету, у тебя нету технических, никаких бэкграунда нету, говорю, а куда ты, говорит, вообще рыпаешься? Он мне так говорил, он говорит, у тебя нету ничего, просто нет, я просто вот реально вера в себя, ничего, ни от кого не нужна поддержка, не надо от кого-то ждать поддержку, просто сам себе сказал, все, не надо, я сам знаю, куда я иду, и я добьюсь то, что вот я там, ну, себе как бы задумала, цель поставила, и иду. Сергей, я извиняюсь, у меня тут ребенок в зале пришел, и, в общем, да, Сергей, я просто хочу, что вот самое главное, вот ребята, кто будет слушать, смотреть, вера в себя, не надо ни на кого там думать, потому что я долгое время тоже думала, что вот это, ну, там ребята наши, вот, допустим, у нас на курсе, да, там пара, ну, жанат, то есть наши казахи, да, не в обиду, как бы просто, они дружные ребята, и я знаю, у меня друзья казахи, они настолько дружные, они все время себя, ну, друг друга поддерживают, и я такая думаю, блин, а у меня вообще ни от кого, поддержка ни от кого не исходит, у меня нет знакомых, которым я могу позвонить, сказать, там, как, что, и просто у меня, потому что окружение было совсем другое, муж меня не верил, он говорил просто вот, ну, бросай, говорит, это очередная твоя вот, вот тот курс, где ты там, я, ваш курс был вообще по сравнению с теми деньгами, которые я потратила до этого, Сергей, там был больше десяти тысяч у меня ушло, как бы, на мое дорогое хобби, да, потому что там, там реальные деньги были, и я все, вот, и у меня не получалось, не получалось, и просто я очень рада, что я дала себе шанс попробовать, даже просто попробовать, ты никогда не знаешь там, где вот, ну, где получится, просто, как бы, еще ребятам, да, которые вот не знают на распутье, это курс, это просто, это вклад в себя, это, это реально вклад в себя, просто должен ты попробовать это, а кто знает, может быть, и получится, и вообще нужно просто, как бы, еще себе установку дать, что у меня все получится. А у всех получается, просто продолжать надо, и все, никогда не угадаешь, когда эта работа придет, и потом вы посмотрите в ваши вот будущих, я, ну, я не знаю, вы, наверное, сейчас не собираетесь оплавиться, значит, на работы, но в какой-то момент, может быть, захотите, и вы будете когда оплавиться, увидите, у джоп-оферов есть такая вот тенденция, то пусто, то густо, то ни одного какое-то время нету, то они приходят и по два, и по три, вот, вот такое, то есть ты никогда не угадаешь, когда тебе джоп-офер, и бывает идеальное собеседование, которое ты прошел, и тебе понравилась команда, и ты команде понравился, но тебя не берут, а бывает, ты там не идеально прошел собеседование, ты сам это понимаешь, а тебя берут, и еще тобой довольны на работе, и тебя еще и повышают. То есть, ну, вот, это, грубо говоря, не от тебя зависит. Ты показываешь, что ты умеешь делать, а дальше за тебя уже компания решает, которая хочет или не хочет тебя нанять. Это нормально, это обычный такой прорабочий процесс. Субтитры создавал DimaTorzok